МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Умножая таланты, интеллектуальный конкурс среди школьников продолжается. Какие перспективы открываются перед участниками? И полковника не дождутся, по крайней мере, в этом году. Легендарная рок-группа Би-2 отменила концерт в ноябрьске. Причиной стали технические трудности. Начну, пожалуй, с самой обсуждаемой темы последних дней. В Минтрансе назвали дату прекращения полета в компании Вимавиа. Ведомство посоветовало пассажирам сдать билеты с датой после 15 октября, поскольку с 16-го числа компания окончательно перестанет выполнять рейсы. Еще летом начались массовые и длительные задержки вылетов этой авиакомпании. Если сначала заявлялось, что основной причиной служит нехватка самолетов и персонала, то недавно стало известно о финансовых трудностях. Туристы в Турции, Испании, Италии и других странах вынуждены дожидаться рейсов домой. Пострадать могут около 100 тысяч человек. Некоторые авиакомпании уже согласились оказать помощь с перевозкой пассажиров Вимавиа. Прежде всего согласовано решение о выделении около 200 миллионов рублей в федеральном бюджете 2018 года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые будут вместо Вимавиа перевозить пассажиров этой компании на регулярных внутренних рейсах. Второе решение – это выделение вне бюджетных финансовых средств для осуществления чартерных рейсов по вывозу российских туристов из зарубежных государств. Эти деньги в том числе будут направлены и в авиакомпанию Вимавиа. В этой связи в авиакомпании произойдет замена руководства, будет введено внешнее управление. Среди пострадавших могут быть и жители Ямала. Например, чартерный рейс из Нижневартовского Анталии, который должен был состояться в октябре, уже отменен. В аэропорту Нового Рингоя нашим корреспондентам рассказали о четырех направлениях, по которым авиакомпания выполняла рейсы. Все они тоже чартерные. Стояли они в плане и на следующий месяц их судьба пока неизвестна. Расписание полетов еще формируют, но учитывая заявление Минтранса, полеты вряд ли состоятся. В ноябрьске до конца года более 100 многодетных семей получат земельные участки. Все они расположены на территории садоводческого общества «Надежда» и подходят только для дачного строительства. «Надежда, значит, бывшего садового общества «Надежда» были сформированы в 120 земельных участков. 106 участков они у нас были свободны от прав третьих лиц, которые мы и рассматривали в первую очередь в предоставлении. Остальные 14 участков они были обременены строениями, сараями, которые мы выявили по итогам вентаризации». Чтобы эти земли освободить, для многодетных семей была проведена немалая работа. В результате 8 человек владельцы строения откликнули. Сейчас судьба их построек решается. Начальник Департамента имущественных отношений подчеркнул, что семьи, которым полагается участок, должны в 30-дневный срок дать согласие на его получение. При этом право выбора участка или его замены законодательством не предусмотрено. Бытовые отходы не всегда перевозят по правилам. По крайней мере, в ходе последнего рейда было выявлено три нарушения. Специалисты отдела экологии и администрации города побывали на полигоне ТБУ и проверили специализированный транспорт. По закону, все машины должны быть оборудованы специальными тентами или сетками. У одной техники он отсутствовал вовсе, а у двух других был поврежден. В итоге составленные протоколы об административных правонарушениях будут проведены две профилактические беседы. Добавлю, для тех, кто занимается вывозом отходов 1-4 класса и еще одно требование, они должны иметь отдельную лицензию. Сегодня такой документ есть у шести городских организаций. За несоответствие нормам грозит денежный штраф. Есть правила благоустройства территории города Ноябургска. В соответствии с этими правилами мы еженедельно выезжаем на территорию города и обследуем. При выявлении случаев нарушения правил благоустройства, будь то выбрасывание мусора в непредназначенное место, транспортирование отходов без использования специальной техники, оборудованной сеткой или тентом, специалисты отдела экологии привлекают к административной ответственности. Образование по всему миру переживает кризис. Дети стали больше времени проводить в школах, но уровень их знаний при этом не растет. Как говорится в докладе Всемирного банка, за последние 60 лет люди стали тратить в 3,5 раза больше времени, пытаясь освоить чтение и счет. Но многие так и не осваивают элементарные навыки. Еще одну проблему представляет недоступность образования. У молодежи из бедных стран нет возможности получить базовые знания, а значит и нет стимула к дальнейшему обучению. Это уже в недалеком будущем негативно скажется на качестве рабочей силы. Всемирный банк выделил несколько путей выхода из кризиса. Эксперты предлагают развивать международные системы оценки, а также привлекать к реформе образования все заинтересованные стороны, в том числе деловые круги. Ну а будущих профессионалов своего дела заранее готовит «Газпромнефть». Компания проводит третий интеллектуальный турнир «Умножая таланты». Тематика нефтегазовая. Участвовать могут школьники с 8 по 11 класса из тех регионов, где присутствует компания. Ноябрьским детям повезло. Какие перспективы открываются перед участниками турнира, узнавала Ольга Попова. Корпеть над химией, физикой и специализированными методичками по нефтедобыче троим десятиклассникам из 13-й школы придется в ближайшие пару недель. Ребята – участники турнира «Умножая таланты». С 1 по 2 октября нам придут задания, и мы уже точно решим, что нам нужно будет делать, потому что все зависит от тематики, которую нам отправят. Также мы будем решать эти задачи две недели. То есть 16 октября нужно уже будет отправить решение задач. Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпромнефти». Компания – лидер российской нефтегазовой отрасли и заинтересована в поиске молодых талантливых исследователей. Именно за ними будущее российской науки. Участвуя в турнире, школьники не просто обучаются, они уже решают сложные задачи, стоящие сегодня перед профессиональными нефтяниками. «Была задача, к примеру, танкер наполнять нефтью, и он должен из нового порта, к примеру, перейти в Мурманск. И мы должны рассчитать время, за которое оно наполнится и переедет. Ну и мы долго решали». Готовясь к турниру за консультациями, можно обращаться к работающим нефтяникам. И, конечно, помогают педагоги. Как правило, это учителя по химии. Анастасия Сидоренко и Юнус Морданов, что к чему уже знают, это интеллектуальное испытание для них будет вторым. В 2016-м они стали финалистами турнира «Унажая таланты» в младшей секции. Теперь будут пробовать свои силы в старшей. В ней участвуют ученики 10-х и 11-х классов. «В этом году, так как они выходят на более высокий уровень, у них будет задание уже с составлением макета не просто какой-то конструкции, а движущейся конструкции, та конструкция, которая должна показать реальные действия по использованию новых методов и средств разработки месторождения». В этом году задания будут касаться не только добычи нефти, но и ее переработки. Участников больше тысячи. Времени для того, чтобы зарегистрироваться на сайте конкурса и испытать свои интеллектуальные способности осталось мало. Заявление надо заполнить до начала октября. Обязательно необходимо загрузить согласие родителей и сформировать команду из трех человек. Если все получится, впереди много знакомств, полезной информации, возможность побывать в городе на Неве. Именно там, на осенних каникулах, авторы лучших проектов будут защищать их перед экспертами, нефтяниками. И главное – участие в турнире – это уже ощутимый вклад в свое будущее. «Участники турнира не просто научатся решать сложные исследовательские задачи нефтегазового отрасли». Начиная с этого года, финалисты турниров из 10-11 классов получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении на технические специальности Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого. Дерзайте, друзья! Это был настолько позитивный опыт, который сблизил меня с моими друзьями, подарил шикарные воспоминания о Питере. А экскурсии и квесты, которые нам устраивали, были очень интересными. Не просто попасть в центр сопровождения бурения и увидеть весь высокотехнологичный процесс, когда ты обычный школьник. Но у нас это получилось, и это не может не радовать. Там было очень круто. Ольга Попова, Сергей Павлов, Александр Иванов. Ноябрьск-24. В Ноябрьске выявили лучшего геофизика. Ежегодный конкурс профессионального мастерства прошел на территории Ноябрьск нефтегазгеофизики. Свои знания и навыки показали специалисты из шести территориальных подразделений Тюменской области. Следила за ходом испытаний и наша съемочная группа. Традиционный конкурс профмастерства собрал геофизиков со всей Тюменской области. Наряду с территориальным подразделением Ноябрьска показать свои навыки и умения приехали партии из Мегиона, Покачей, Хантамансийска и Муравленка. Есть и новички, участники из самого удаленного подразделения Поволжское. Оно находится в Оренбурге. Это опыт себя показать, на других посмотреть. Так как мы самоудаленные ТП, то вот приехали посмотреть, первый раз я тут на базе. Быть лучшим в профессии невозможно без превосходного знания теории, так считают организаторы конкурса. Поэтому одним из важнейших этапов стал интеллектуальный поединок. Списать не получится, вопросы для каждого участника индивидуальны. За тестированием внимательно следит квалифицированная судейская комиссия. Я жду, во-первых, безусловного выполнения техники безопасности и охраны окружающей среды, потому что для нашей компании это приоритет номер один. И во-вторых, это показания высокого мастерства, которые они демонстрируют ежедневно. Заделка кабельного наконечника, зарядка перфоратора. Эти термины кажутся сложными и непонятными для сторонних людей, а вот для геофизиков это обычное дело. Свои умения и навыки они показать не боятся, поэтому быстро и качественно собирают конструкцию. На это испытание конкурсантам дается полчаса. Знаете, очень тяжело мне сейчас было оценивать конкурсанта, потому что не видел никаких недочетов. Может хотелось ему что-то подсказать. Бесполезно. Человек знает все, видно, что умеет работать. Из него прямо земля горит под ним. Это очень приятно. С каждым годом планка требований конкурсантам повышается. Задачи усложняются, появляются новые технологии. Поэтому участникам необходимо постоянно самосовершенствоваться. Особое внимание в компании уделяют технике безопасности на производстве. А в случае ЧП геофизик обязан знать, как оказать первую помощь. Много интересного. Что-то можно для себя узнать. Посмотреть, как другие люди работают. Что-то принять для себя. Коллектив один. Все дружные люди. Конкурсанты признаются, здоровая конкуренция чувствуется. Волнение помогают преодолеть коллеги по партии. Ведь в итоге от действий всей команды и будет зависеть результат. Такая слаженность особенно чувствуется во время выполнения геофизических исследований. Среди конкурсных заданий практическая работа на скважине стала одним из главных испытаний. Ответственность, честное взаимоуважение и командное единство. Такие приоритеты у геофизиков. И поэтому в состязании не столь важен итог, как полученный бесценный опыт. Екатерина Бродская, Виталий Харченко, Ноябрьск, 24. Уже совсем скоро на Ямале выберут и лучшего пекаря. За почетное звание будут бороться 13 человек из 9 муниципалитетов. Участники были отобраны в рамках регионального конкурса «Славим человека труда» среди работников предприятия общепита. Пекарям предстоит приготовить каравай, праздничный пирог весом не более 2 килограммов, а также авторский хлеб. Это должна быть своего рода визитная карточка пекарни. Еще одно изделие на выбор участника по задумке организаторов должно стать презентацией города или района, который представит пекарь. Оценивать выпечку будут по внешнему виду и, конечно, вкусовым качеством. Конкурс пройдет 19 октября в Салехарде. Завершается прием заявок на участие во Всемирном парамузыкальном фестивале. Этот проект демонстрирует равные возможности человека вне зависимости от ограничений здоровья. Принять участие в нем мечтает и житель нашего города. С музыкантом познакомилась Екатерина Бруцкая. Павел Юрченко никогда не видел гитары, но уже на протяжении трех лет этот инструмент – его верный спутник. Пальцы ловко скользят по струнам и без труда берут нужные аккорды. Идея научить слепого мальчика играть появилась у председателя организации «Необычные дети Ноябрьска» Миляуши Молостовой. Утром проснулась, я говорю, Паша и гитара. Я думаю, почему бы и нет. Слух хороший, он сможет, он может, он просто не может не мочь. И думаю, надо попробовать. Я с утра так загорелась, я вам сейчас рассказываю, у меня мурашки по телу отчасти, что именно по этому направлению. Паша познакомился с гитарой на одном из праздников в санатории «Озерный». Он услышал выступление бардов, и в этот же вечер ему предложили попробовать себя в роли музыканта. Вскоре появился и первый учитель, и собственный инструмент. Вообще, первые месяцы не ели, конечно, сложно было. У меня когда гитара появилась, я вообще, как бы от нее нет, ну, как мне стало, ну, интересно было. Изучали аккорды, и цыганочку играли. Павел быстро освоил Азы и даже выступил на концерте, но через некоторое время его преподаватель навсегда покинул город. Нужен был новый учитель. Инициативу проявила Любовь Карпалюк. Теперь она глаза и руки музыканта. Помогает правильно поставить пальцы, чтобы взять аккорд. Паша учит песни с помощью специальной компьютерной программы. В репертуаре уже 12 композиций. Появился у меня диск с аудиообучением. Школа Михаила Федоренко тоже по почте прислали кому-то. Галдимир, мне его передавали. И с тех пор я, как бы уже, как бы третий год уже пошел игрой на гитаре. На этом молодой человек останавливаться не собирается. Сейчас он готовится к Всемирному парамузыкальному фестивалю. В России творческий конкурс проводят уже 9 лет. Ежегодно в нем участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья из 20 субъектов нашей страны. Нередкость выступления параартистов Ямала. Однако музыкантов из Ноябрьска не было никогда. Но пробовать нужно. У нас уже есть практика участия в соревнованиях. Хоть и не в музыкальных, но тем не менее. Такой дух у него присутствует, да, боевой, что он должен стремиться к этой цели. Поэтому нам надо пробовать. Нам надо пробовать. И не важно победа, важно участие. Всего необычных детей Ноябрьска 106. Для многих из них Павел Юрченко пример для подорожания. Совсем недавно еще несколько человек захотели научиться игре на гитаре. Заниматься с ними будет уже не волонтер, а сам Паша. Екатерина Бродская, Наиль Нафиков, Ноябрьск, 24. Концерт Би-2 в Ноябрьске отменен. Об этом сообщили сами солисты группы Шура и Лева. Они опубликовали ролик обращения к Ноябрьску на своем канале в YouTube. Группа за время своего существования неоднократно выступала с разными звездами эстрады. Среди них Тамара Гверцители и Диана Арбенина. Колоссальный успех имел концерт с симфоническим оркестром МВД России. Буквально вчера коллектив представил совместный трек с популярным рэп-исполнителем Максимироном. А уже на пятницу запланирован релиз нового студийного альбома под названием «Горизонт событий». Выступление рок-группы в Ноябрьске было запланировано на 12 октября. Оно должно было пройти в спорткомплексе «Зенит». «Город Ноябрьске». Мы группа ВИДУА, а у нас для вас... Очень прискорбные новости. Не очень хорошие новости. Да. Концерт 12 октября мы отменяем по очень большим техническим причинам. Возможно, мы его перенесем на следующий год, но вы можете сдать билеты по месту их приобретения. Так что, надеюсь, до встречи в 2018 году. Простите. Прогноз погоды, новости культуры и спорта. А далее в нашем эфире. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова